Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, здравствуйте. А я, как всегда, читаю интернет-издание Science Daily, этот ресурс, который мне приносит самые последние исследовательские новости. Я ещё изучаю и подписана на многие платные каналы, но вот Science Daily – это один из журналов моих любимчиков. Итак, что же Science Daily нам расскажет сегодня? А сегодня, дорогие мои, дорогая моя семья и моя интернет-семья, я просто бью во все колокола, чтобы вы обратили внимание на то, что я вам сейчас скажу. Это настолько важная информация, я бы даже сказала, это чрезвычайно важная информация. Просто необыкновенно огромное число уходит в иной мир посредством не своей смерти, а посредством раковых заболеваний. Рак, который поглощает все органы. Такого количества больных раком не было никогда. Итак, как же всё-таки избежать, не болеть, а то и вообще остановить этот процесс размножения раковых клеток? Ведь раковые клетки есть у всех. И весь мир работает над этим. Последние исследования показали, раньше об этой добавке велись споры, но последние, совершенно последние новости говорят о том, что если вы ещё употребляете продукты с этой добавкой под названием Е-171, то вам необходимо немедленно прекратить это делать. Почему, я сейчас расскажу. Да, кто спешит, может покидать. Всё, я самое главное сказала. А теперь я разжую и расскажу вам подробно, от чего именно вам стоит отказаться и не кормить своих родных и близких. Итак, почему я так вот говорю про Е-2? Например, я вам зачитывать всю эту статью не буду, а вот давайте прочитаем, ну, например, вот эту фразу. Вот она, эта фраза. Кто знает английский, вы поймёте, что я говорю правду. Смотрите, вот эта фраза. Titanium dioxide crosses the intestinal barrier and passes into the bloodstream. Что это означает? Это значит, что вот эта Е-171 добавка, диоксид титана, он проходит через кишечник, то бишь проникает и попадает в общий кровопоток. И там, конечно же, он что делает? Он делает свою работу. Итак, значит, то, что говорили раньше, что он не попадает, все эти мифы разбиваются и последние, абсолютно последние опыты показали, что он попадает в кровоток и поражает все органы. Давайте, вот, попадает. Давайте теперь рассмотрим всё подробно. Совсем ещё недавно, лет 5-7 назад, говорили, что эта добавка безвредна. Сейчас диоксид титана Е-171 абсолютно чётко доказали на опытах учёные мира Гарвардского университета и во Французском университете, что всё-таки опасно и чрезвычайно опасно. Применяли её последние 20-летия очень активно. Думали, что нерастворим диоксид титана. Из-за своей нерастворимости якобы почти не всасывается и выводится из организма. Оказалось, что это не так. Как говорится, тайное становится явным. Теперь чётко выяснилось из последних публикаций, которые я перевела. Выяснилось, что диоксид титана накапливается в организме в виде наночастиц и приносит существенный вред. Что такое диоксид титана? Запишите, запишите в нашу тетрадь, там, где мы про Е пишем и про всякие названия. Е-171 диоксид титана. Это такое вещество, при производстве которого всегда образуется некоторое количество наночастиц. Есть такой кандидат физических и математических наук. По-моему, он в Институте авиационных материалов. Зовут его Станислав, фамилия Кондрашов. Так вот, он сказал, их может быть больше этих наночастиц или меньше. Можно, в общем, они есть. Это вот Станислав Кондрашов об этом сказал. Встретиться с такими наночастицами можно в массе продуктов, конфетах, особенно драже, жевательной резинки. Вот эти вот все белые орбиты, шморбиты, вот это всё-всё-всё. Не хочу перечислять. Вот во всех, во всех жевательных резинках. Во всех магазинных молочных продуктах. Вы представляете, оказывается, для белизны, вот этот белый цвет добавляют, вот это Е-171. Йогурты для покраски. Творожки беленькие и другие. Даже в майонезе, в переработанном мясе, в быстрых завтраках. И, по сути, во многих-многих продуктах белого цвета. Запишите и откажитесь от них. Так, в крабовых палочках китайские учёные нашли большое количество наночастиц. И по злой иронии судьбы, дети получают опасных частиц, особенно много в составе всяких дрожжей, жевательной резинки и газировок. Итальянские учёные показали в исследованиях, что детям достаётся наночастиц больше, чем подросткам или взрослым. А мы идём в магазин, а там полки аж ломятся от всяческих вот таких вот красивеньких, разрисованных йогуртов. Вы знаете, правильно на них нарисован змей. Вот правильно. Змей-то не скрывает. Змей смеётся над нами и над нашей немудростью. В магазинах полно, полным-полно товаров с вот этим диоксидом титана, с Е171. А теперь нам нужно быть крайне осторожным, крайне. Кроме продуктов диоксид титана ещё применяют в качестве отбеливателя зубных пастах, в оболочках таблеток, капсулах с лекарством, а ещё знаете где? В солнцезащитной косметике. И я думаю, какая я всё-таки молодец. Я воздаю всю славу Богу, что он когда-то меня надоумил делать самой крема. Итак, а ещё и в некоторых средствах гигиены в исследованиях установлено, что наночастицы этого вещества усваиваются организмом через кожу, лёгкие и частично через пищеварительный тракт. Вы представляете? В общем, в эксперименте на мышах показана потенциальная небеспечность наночастиц диоксида титана для печени. А печень – это фильтр крови. Конечно, если они попадают потоком в кровь, печень их фильтрует, они задерживаются в печени. Вот вам и рак печени. Пожалуйста, всё просто. А также почек, мозга, селезёнки, сердца. Вы представляете? И лёгких. При инъекции вот этого вещества частицы проникали во все органы, накапливались в них и вызывали негативные эффекты. В частности, выделение свободных радикалов и развитие воспаления, естественно, раковых опухолей. Вот и что требовалось доказать. Вы знаете, что мой канал направлен на борьбу с раком. Вот я себе поставила такое служение. Поэтому я не ленюсь. И я перевожу все эти статьи. Я нахожу другие статьи. Я цитирую, я всё это по крупинкам собираю для того, чтобы передать всю эту информацию своей семье и своей интернет-семье. Мы должны жить, мы должны наслаждаться каждым днём в радости, а не в болезнях. Я знаю, что производители на меня сейчас накинутся, фармацевты накинутся, как обычно. Это постоянная компания, они постоянно это делают, пишут. Мне уже не хочется заходить в почту свою. Но, дорогие мои, дорогие мои, будьте осторожны, будьте внимательны к своему здоровью, к тому, что вы кладёте в рот. Потому что всё, что вы кладёте, оно проникает вовнутрь, проникает в кровь, а дальше, а дальше уже работает через печень, через почки, через все-все органы. А дальше думайте, то ли вам работать всю жизнь на аптеку и через боль доживать свои последние дни. Либо наслаждаться жизнью в радости, в благодати и абсолютно вообще никаким образом не касаться аптеки. И не только аптеки. Но для этого нужно быть настолько внимательным, настолько просветлённым в этом плане. Самое главное быть проинформированным. Как же вкусно и хорошо, когда мы берём свою баночку, открываем. Сейчас я вам покажу. И вот у меня свой собственный творожок. Вот он, дорогие мои, посмотрите. Посмотрите, какой шикарный творожок у меня в баночке. Вот, это свой козий. Вот такой вот козий творожок. Мне кажется, что каждый, каждый должен делать. И не покупать ерунду всякую из магазинов. Потому что магазинная отрава, она вот он, вот это домашний творожок. А из него я уже делаю то ли солёную какую-то массу, то ли жидкий творог я делаю, то ли делаю сладкие, сладкие творожные всякие десерты. Так же делаю козью брынзу. Всё, положили. И вот ваши пробиотики, а ещё и в сочетании с красными ягодами, это замечательно для флоры. Дальше, возвращаясь к нашему вот этому страшному Е171, диоксиду титана. Кроме того, вот наночастицы диоксида титана, они нарушают состав кишечной микрофлоры. Также недавно опубликовано пилотное, что такое пилотное? Это предварительное исследование на пациентах. То есть уже от мышей перешли к людям. И уже было исследованы люди, которые вот часто жуют жвачки, часто кушают быстрые завтраки и магазинные творожки, ну и так далее. В общем, вот такое питание у них. Магазинное молоко. Вот где, ну в общем, все эти продукты, кока-кола, пепси-кола, там все-все-все газированные сладкие напитки, крашеные и белые, не только крашеные. Кто кушает много вот этих карамелек, конфет, сосательных и несосательных, всех покрашенных, ну крашеных, все, что крашеное есть. В общем, вот таких вот людей взяли. Это уже считаются пациенты. И вот исследование на пациентах. Это исследование свидетельствует о возможном повышенном риске сахарного диабета второго типа при систематическом использовании также отбеливающих зубных паст. Вот внесите в свой список запрета все эти продукты и еще добавьте отбеливающие зубные пасты. Международное агентство по исследованию рака рассматривает наночастицы диоксида титана, вот этого Е171, как возможные канцерогены для человека. А Институт безопасности и гигиены труда Соединенных Штатов Америки, А я должна сказать, что Национальный институт безопасности и гигиены труда США это главные организации в сфере онкологии. Классифицируют их, вот эти наночастицы диоксида титана, как канцерогенные вещества. Официально даже рекомендуется избегать солнцезащитных спреев и порошков с этими наночастицами, поскольку их легко случайно вдохнуть. А они усваиваются через легкие. Вы себе можете представить, вот вы открываете лосьон или вы открываете крем от защиты тела или хотите намазать своего ребеночка, уже вдыхая, еще не мажь, не соприкасаясь с кожей, уже вдыхая, ребенок получает эти наночастицы. Потом вы удивляетесь, вроде бы вы приехали отдыхать, а ребенок болеет. Вроде бы вы отдыхали на море летом, а ребенок болеет. Что же это такое? Это ваша неинформированность. Информация, знания – это долгая жизнь. Так написано в Библии. Мудрость допродлит ваши годы жизни здесь на земле. Мудрость – это ваш лучший друг. Откуда получаем мудрость? По крупинкам собираем всю жизнь. И я очень рада, что вот эта информация пришла ко мне. Я немедленно, немедленно делюсь с ней. Делюсь ею с вами. Итак, отбеливающие зубные пасты, спреи от солнца, все это выбрасываем. Делаем сами свои крема. Делаем свои крема, добавляем туда те масла натуральные, которые защищают от ожогов. Даже оливковое масло в этот список входит. В общем, подробно смотрите мои крема, как я делаю. Я разные кремы делаю. И в том числе защитные кремы от солнца. Потому что, ну, море есть море. Море есть море. Палящее солнце, жарко. И детки наши, естественно, должны быть защищены. Поэтому делаем сами на основе детского крема. А дальше, а дальше все туда добавляем все маслечки, которые нужно. Можно делать даже жидкие, можно делать погуще. Но ребенка защищать нужно обязательно. Вечером кефирчиком можно обмазывать или сметанкой. Это тоже хорошо успокаивает кожицу. Кстати, кроме того, наночастицы диоксида титана, они нарушают проницаемость слизистой кишечника. Представляете? В результате через нее могут проникать в кровь, как я уже вам перевела, токсичные вещества и возбудители инфекций, для которых она в норме непроницаема. В общем, если какая-то есть такая инфекция, то она проникнет. Потому что вот эти наночастицы образовывают, простым языком, пробоины в вашем кишечнике. Пробоины. И вот через эти пробоины обычно то, что не должно проникать, оно проникает в кишечник. И там начинает делать свою страшную работу. Теперь подробнее про мозг. Потому что тут что происходило? Вот таким же образом пробоины в экспериментах у животных нарушался так называемый гематоэнцефалический барьер. Вот такой вот есть. Он защищает мозг от проникновения из крови вредных веществ. Так вот, вот эти вот частицы, наночастицы, они делают пробоины в мозгу, и инфекция попадает, вирусы попадают и другие микроорганизмы в мозг. И там начинают паразитировать. Увеличение проницаемости этих двух барьеров является, ну, на мой взгляд, это ключевой механизм старения организма и центральной нервной системы. Вот как важно правильное питание, своё питание. Не ленитесь проращивать, не ленитесь делать кефирчики, творожки. Ищите, ищите, я не знаю, овец, ищите коз, ищите коров. Некоторые девчонки пишут, где же я найду, я там живу, где-то в Лос-Анджелесе, или ещё где-то девчонки. Девчонки везде есть, фермеры, фермерские хозяйства. Везде я не верю, чтобы не было деревень, где люди держат скотину. Такого быть не может. Вы всё равно можете найти людей, фермеров на какие-то органические ездить ярмарки и закупать, делать постоянную закупку на неделю, на месяц. Ну, я не знаю, как вы. Я, например, на неделю делаю постоянно закупку один раз. А теперь, внимание для беременных девочек и для тех отцов, которые носят творожки, йогурты, готовые из магазинов для своих будущих матерей, их ребёнка, то есть для своих жён, подкармливая их вот тем самым и не подозревая ни о какой опасности. Дорогие мои, проникают вот эти вот наночастицы диоксида, титана, и через плацентарный барьер между матерью и плодом, нанося вред будущему ребёнку. В эксперименте на мышах показано, как наночастицы накапливались в клетках слизистой кишечника, сначала вызывая воспаление, а потом превращаясь в предраковые клетки. Важно, что это происходит при потреблении не лошадиных доз, а сопоставимых с теми, что мы получаем с добавкой Е171. Так что учёные из институтов биологии и биофизики убедительно показали, как наночастицы диоксида титана попадают в мозг и разрушают его. Проблему Е171 надо решать. Вот кто меня слышит? Эту проблему надо решать. Где-то от добавки стоит отказаться. Понимаете? Можно пожертвовать белоснежным цветом продукта, чтобы избежать вреда. В других случаях можно использовать диоксид титана, очищенный от наночастиц. Но как это сделать, никто не знает. Я лично отказываюсь вообще от этих всех продуктов. Но они мне в принципе и не нужны. Потому что один раз в неделю я выделяю время, потому что именно это время необходимо для здоровья близких моих людей, которые окружают меня. Мне многие пишут, ну вот я работаю, а ради чего вы работаете? Ради чего? Чтобы забежать в магазин для слежащей, купить отраву, дать своему ребёнку. И ребёнок опять болеет. Понимаете? Так ладно, он болеет, такое вот лёгкое слово, да? Болеет. На самом деле он травит и накапливает вот это вот Е-171. И взрыв, выбух, он будет, будет. Просто мы не знаем когда. У одних в 16 лет, у других в 20, у третьих 25. Ну в общем, до 60 особо, до 65 мужчины-то не доживают. Вот происходят вот эти выбухи. Очень любим жареное, очень любим вкусненькое, беленькое, красивенькое, разноцветное. А вот это и есть Е-171. Ну а я буду прощаться с вами. Будьте благословенны, запишите, обязательно запишите в нашу тетрадочку ещё один вредный продукт. Это все продукты, которые содержат Е-171, который называется диоксид титана. Будьте благословенны, будьте здоровы, пусть Бог оберегает и хранит вас. А я люблю вас. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова